Итак, первый период войны 1941 года. Принято говорить, что это катастрофа, принято говорить, что это разгром. Ну, я всегда хожу поперек общего мнения, не против, потому что против означает с ним считаться. Я иду поперек, у меня своя траектория, поэтому я говорю, что первый период войны мы выиграли. И поскольку мы выиграли первый период войны, то, соответственно, как естественное следствие, мы выиграли саму войну. Но перед тем, как говорить об этом деле, давайте мы сначала поговорим об исходниках. Итак, в каком состоянии Советский Союз подходил к Великой Отечественной войне. С экономикой у нас более-менее все ясно. Когда нищая аграрная страна буквально за каких-то 15 лет вышла в ранг сверхдержав, что явилась триумфом плановой экономики. Это более-менее понятно. Но с армией все не так просто. Итак, давайте мы начнем с того, что так все из себя представляла собой Красная Армия. А чтобы понять, что из себя представляла собой Красная Армия, надо понять, что представляла из себя армия императорская. На основе которой, чтобы не говорили большевики, она все-таки строилась. Итак, императорская армия. У каждого человека должен быть мотив служить в армии и, возможно, служить в армии. Вот возьмем, например, рядовой состав. Мотив служить в армии. У отдельных амбициозных личностей максимум может быть выбиться в унтер-офицеры, остаться в армии на постоянку, изменить как-то судьбу. Но это один из 20-30 человек. Даже в рекрутские времена, когда служили 25 лет, мотивация была сильнее, потому что он выходил из армии свободный. Он мог устроиться где хочет, мог жениться на свободной женщине и нарожать свободных детей. Когда стали служить по призыву, всего этого не было. То есть мотив был такой. По приказу царя погнали, должен служить. Если читать, например, Геллеровского уроки словесности в полку, это же песня. Как их заставляли заучивать эти казенные формулы, которые они не понимали. Что касается мотива. Мотива служить в императорской армии у них не было. Ну, воинская служба, она может и полегче сельхозработ. Ну, разве что вот с этой точки зрения. Это есть сейчас очень хороший прикол на тему письма морпеха родителям. Дорогие мамы и папа, здесь так клево, так легко. Марш-бросок, это как у нас от дома до магазина. Это пишет деревенская девочка, попавшая морпехи. Но не более того. Теперь возможность. Была ли возможность быть современным солдатом? Возможности быть современным солдатом у призывника царской армии не было практически никакой. Потому что кого брали в армию? В армию брали в основном на очень-очень много процентов людей из деревень. Что такое человек из деревни? Человек, во-первых, большей частью неграмотный. Ну, или максимум в рамках церковной приходящей школы, умеющей читать и считать по пальцам, если за 10 лет все это не забыл. И в жизни своей, не видевшей никакого механизма, сложнее лопаты или топора. И тут ему приводят в армию. Ему дают винтовку. За винтовкой надо ухаживать. Винтовку надо разбирать, собирать. Ее надо чистить. Почему у нас на вооружении так долго и упорно держалась винтовка мощная? Потому что она простая. Ее очень трудно сломать. Только по этой причине. Потому что было оружие лучше, было оружие легче. Ну, кто любит, пусть найдет, пусть погуглит и найдет сравним стволы. Это очень хороший прикол на тему оружия. Теперь возьмем офицеров. У офицеров мотив служить, в общем-то, был. Только вот эти господа офицеры, голубые князья, это была гвардия. Гвардия – это был элемент карьеры, гвардия – это были элементы понтов. Гвардейцы на жалование свое не жили. Они большей частью как раз и своих денег доплачивали на содержание, на лошадей, мундиры, офицерские пирушки. Но гвардию мы трогать не будем, бог с ней. У нас был генеральный штаб, где были профессиональные военные. Это была хорошая структура. Там были сильные военные специалисты, но он был один. И он был маленький. А большая часть офицерства российской армии – это армейские поручики, штабс-капитаны, ротмистры и так далее. Что они собой представляли? Мой дедушка очень обижался, когда я вам привела какую-то старую поговорку. «Учи, сынок, человеком будешь, не доучишься, офицером будешь». Дедушка страшно возмутился, потому что в советские времена офицеры были действительно высокообразованные специалисты. А вот в царское время было не так, потому что всех людей, которые хотели и могли учиться в университетах, в технических училищах, их всех поедала нарождающаяся российская промышленность. Она их ела, причавкивала, и армии оставались в основном либо потомственными офицерами, таких было тоже не сильно много, либо те, кто нигде больше устроиться не смогут. Учился гимназист, из шестого класса за неуспеваемость выгнали, отправили его в какое-нибудь Урюпинское военное училище, вышел он оттуда поручиком, и этим поручиком он до сорока лет и пробовал. Вот такое у нас было офицерство. При этом еще надо не забывать, что Российская империя была сословным государством. А мы вот сейчас не понимаем, что такое сословное государство. Мы думаем, ну вот, делили их на сословия, и все. Так ничего подобного. Дело в том, что к самому многочисленному крестьянскому сословию наши, особенно дворяне, но, в принципе, и все остальные, относились как к гитлеров, относились к славянам. То есть они их считали недочеловеками. И были теории в обосновании того, что они не совсем люди, крестьяне. И поэтому в армии, где нижние чины беззащитны перед офицерами, это процветало в высшей степени. Мордобой там, розги, это все мелочи у нас перестали пороть, извините меня, крестьян, только в 1904 году. Отменили порку, а в 1905 ввели снова. А в 1915 ввели еще раз на фронте для поднятия боевого духа. Как вам? На фронте в действующей армии порят солдат, чтобы поднять им боевой дух. Это реалии Российской империи, господа товарищи. И поэтому, например, есть совершенно жуткая история, я ее так вычитала мельком. Дело было в Москве, в каком-то из полков. Некий ротный командир пошел в офицерское собрание, там хорошо напился. Потребовал от солдата, официанта, еще бутылку шампанского. Солдат ему отказал, по-видимому, имея инструкцию, что этого больше не поить. Тогда он взял, выхватил револьвер, а солдат этого застрелил. Ну, дело обычное, дело по пьянке. А вот то, что началось дальше. К командиру полка пришла целая делегация офицеров полка с просьбой не отдавать ротного командира под суд, потому что он хороший ротный командир. Каково, а? Солдата убил, как, извините, таракана прихлопнул. На фронте это все еще усугубилось. Вот опять же есть рассказ из воспоминаний. Разведчики. Разведчики, в принципе, это элита. Во Вторую мировую войну для разведчиков, там для них ни распорядок, ничего не существовало. Они вообще жили не по уставу почти что. А тут разведчик идет, несет два котелка с супом на себя и своих товарищей, борщом. На встречу ему офицер. Тот честь не отдает, его руки заняты супом. Тут его разворачивает, заставляет несколько раз маршировать против себя, отдавая честь этими самыми котелками. В итоге оставили разведчиков без ужина. Это реалии армии Российской империи. С началом Второй мировой войны все стало еще хуже, потому что солдаты, в принципе, они цели этой войны не понимали. Как вспоминал Брусилов, он когда спрашивал, они говорили, что война произошла потому, что какой-то Энцгерцперц, его убили сербы, а немцы хотели сербов за это обидеть. Такие сербы они не знали. Получается, что людей гнали на убой по приказу царя. При этом кормили их из рук вон плохо, снабжали их еще хуже. Каждая торговая сволочь, естественно, старалась нажиться на войне. Патронов не хватало, снарядов не хватало, одежды, обуви не хватало, сапоги гнилые. Дошло до того, что в некоторых местах на фронт лапти поставляли, и солдатики воевали в лаптях. Каково? Естественно, к концу 16-го года императорская армия стала разваливаться. Большевики еще там сидят в ссылках по заграницам, меньшевики, эсеры примерно там же находятся. Она стала разваливаться просто от такой жизни. Потом прошла революция, потом армия развалилась окончательно, тут еще землю делят деревни, солдаты в массовом порядке рванули с фронта. И к началу нового 1918 года большевики поняли, что армии-то, в общем, нет. Есть какие-то жалкие ошметки, не более того, которые где-то еще держат какой-то фронт. И поняли, что надо создавать новую армию. Ее начали создавать. Но как? Тогда в большевистских головах бродили самые дикие идеи. Одна из этих самых диких идей была идея о новой армии. Армия будет сформирована по принципу народного ополчения. Служить там будут исключительно добровольцы. Ну, слава богу, их будут одевать, обувать. По-моему, плачет 50 рублей в месяц на пропой. Или что-то на книге газеты революционным товарищам. Естественно, ничего из этой прекрасной идеи не вышло. Когда немцы после срыва Брестского мира стали наступать на Петроград, начали спешно формировать вооруженные отряды. И вот это была песня. Потому что, естественно, на митингах все кричали, что в едином порыве пойдем уничтожать врагов. Гарнизон просто отказался идти на фронт, несмотря на все митинги петроградские. Его не удалось выпихнуть туда, в Германское. Его не удалось выпихнуть и сейчас. Рабочие были более податливы, видно, было интересней. Они стали формировать отряды. Отряды были с выбранными командирами, полным отсутствием дисциплины, нулевой боевой подготовкой. И было еще некоторое количество революционных отрядов, составленных из сознательных солдатиков и матросиков. Оно, конечно, было бы все хорошо, если бы не спирт. Мне кто-то рассказывал, что тогда еще и автомобили ходили на спирту. Так что спирт, анархия, выборность командиров – это то, что представляла собой Красная Армия в 1918 году. А война-то идет, а там уже где-то белые отряды формируются. А там уже первое сражение войны, поход товарища Муравьева на Украину – тоже песня. У меня, по-моему, было 4 тысячи человек, с которыми он дошел до Одессы. Муравьев вообще, товарищ, крайне интересный. И стало ясно, что все просто так не пройдет. Мирного взятия власти не получится, надо делать армию. И тут, на счастье, у нас все-таки бывших Дебенко, Крыленко, Антонов, Апселенко, из которых самое главное имел звание, по-моему, то ли подпоручик, то ли прапорщик, все-таки поставили товарища Троцкого, который ни в одной армии ни разу не служил, но он был военным журналистом. И как военный журналист он все-таки кое-что в войне понимал, в отличие от прапорщиков. И товарищ Троцкий, он сделал очень правильный ход. А именно он решил поручить это дело профессионалам. Профессионалов у большевиков было выше крыши. Дело в том, что в Российской империи до февраля было достаточное количество монархистов, особенно в армии. Армия вообще институт консервативный. Но привержены присяги, привержены монархии. Потом царя скинули, монархию отменили. А куда делись офицеры-монархисты? Из армии их обычно вычищали. Отправляли там в запас, иди куда хочешь. А тут власть взяли большевики, и бывшие деятели февраля объявили поход против новой власти. Это люди, с которыми в один клозет не войдут. После них дезинфекцию проведут в полковом сортире. А тут им предлагается служить белой армией. Ну и офицеры с монархическим уклоном, они в массовом порядке рванули большевикам. Которые, какие бы ни были, они все-таки были для них более приемлемы, чем Корнилов, Алексеев, Деникин и прочая февральская публика. Ну и начали эти люди формировать армию по старому доброму царскому принципу. К лету они дозрели до мобилизации. В мае как раз началась с мятежа Чехословацкого корпуса активная гражданская война. То есть все шло обычно в нормальном порядке. С одной стороны страшные чехословацкие полки и куча всяких отрядов. И с другой стороны, опять же, страшные отряды Муравьева и так далее, и тоже куча всяких банд. Ну, дело в том, что белого сплошь и рядом белый отряд, красный отряд и зеленый отряд нельзя было отличить вообще никак. Да еще в 1920 году в одной из полков проводили опрос на политграмотность. И некого ротного командира спросили, а чем отличается белый от красных? Он ответил исчерпывающе. Белые носят погоны, красные нарукавные знаки. Все. С точки зрения данного товарища, отличие белых от красных исчерпывалось только этим. Но более-менее усилиями все-таки царских генералов Красная Армия была сформирована. Но у нее появилось... У нее было две беды. Это, конечно, выбор многочисленных отрядов с выбранными командирами, соответственно, очень низкая дисциплина. И вообще товарищеские отношения, никакого устава. Человек-человек-удруг, товарищ и брат. На воинскую дисциплину это влияло ужасно. А вторая беда – это были так называемые краскомы. То есть офицеры новой Красной Армии делились на военспецов и красных командиров, то есть краскомов. Но военспец – это понятно. Офицер царского времени, чему-то обученный, повоевавший. Кто такой краском? Краском – это человек, который либо сделал огроменный прыжок в карьере, либо он вообще, как Ворошилов, в армии не служил. Ну, просто вот луганский слесарь, он каким-то образом встал во главе отряда, потом перебрался дальше, 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 и к 1925 году дозрел до наркомов обороны. Типичный красный командир Ворошилов, типичный красный командир, как ни странно, Тухачевский. Его принято относить к офицерам царского времени, к военспецам, но ничего подобного. Какое у него звание, у него был опыт поручек, опыт службы у него был в звании подпоручика 5 месяцев, после чего он попал в плен, до конца войны болтался в германском плену, затем его отпустили, и практически сразу он становился получать генеральскую должность. Это ни разу не военспец. Он пропустил все, начиная от взвода и до дивизии, и сразу стал командармом. Тоже очень был интересный товарищ, но имел определенное военное образование, и очень сильно им воровировало. Конечно, из этой Коломбина ничего бы не вышло, если бы не поистине всенародная поддержка большевистского проекта. Большевиков могли ругать как угодно, за продразверстку, за эксцессы, за все. Но любой последний мужик очень четко понимал, что придут белые, вернется помещик, вернется царь, отберут землю, рабочих снова загонят на заводы за гроши, заставят работать по 10, 12, 14 часов. Это все понимали, этого все не хотели. То есть при любом состоянии Красной Армии она была просто обречена на победу. Ничего другого быть не могу. Тем более, что белые офицеры, у них был самый главный мотив загнать восставшего хама обратно в навоз и вели не себя соответственно. Есть, например, конкретные случаи. 18-й год, по Волжье, приходят красные, проводят мобилизацию. Контингент прячется по сараям, лесам, подполом и всему прочему. Увели там человек 15, те по дороге разбежались, вернулись обратно. Затем пришли белые, что-то там делали. Потом белых вышибли, пришли красные. И тут деревня дает больше 100 человек абсолютно добровольно. Вопрос, что делали белые, что после их прихода пошла обвальная мобилизация в Красную Армию. Что делали? Пароли, расстреливали, все забирали. Чем всегда белые занимались. Дело в том, что красные за эксцессы над мирным населением карали своих вплоть до расстрела, невзирая на чины и звания. Белые этого не делали. Белые вели себя как на завоеванной территории. Социальный расизм, господа. Что немецкая армия, в общем-то, не карала своих за зверства над русским населением. И тут то же самое. Мужики не люди. Но как бы то ни было, к концу войны Красную Армию довели до огромной по тем временам численности 5,5 миллионов человек. Она прошла гражданскую войну, польскую войну. И, в общем-то, была достаточно боеспособной. Ее даже начали немножко строить. Вот, например, знаменитый мятеж Сапашкова, который, говорят, что он был вызван то ли непризнанием большевиков, то ли против продразверстка, да ничего подобного. Сапашкова, по-моему, числилась у него то ли дивизия, то ли армия. Сейчас на вскидку не скажу. Давно дело было, когда я про них читала. Но дело было так. Началась польская война, их решили перебросить на польский фронт, и по этому поводу начали просто строить. Требует повышения дисциплины, а потом решили заменить в конец уже разложившийся командирский состав. Ну и все, вспыхал мятеж. Чего они хотели, непонятно, поскольку руководство мятежа с самого начала трезвым не видел никто. Видели ли их трезвым до начала мятежа, это большой вопрос. В общем, сам Сапашков в пьяном виде где-то попал в плен красным, его заместитель в пьяном виде тоже где-то попал в плен красным, на чем все и кончилось. Это я читала документы по этому мятежу. Вот так это выглядело в реальности. Но все же армия была достаточно боеспособна, чтобы разобраться с еще более разложившимися белыми, потому что белые относились к своему командному составу не в пример либеральней, соответственно, командный состав работал хуже красного. Невзирая на все проблемы красной армии, на измены военспецов, на все контры между военспецами и красными командирами, на практически полное отсутствие дисциплины. Это же песни читать реальные документы про красную армию. Например, мятеж 1-й конной армии товарища Буденного. Я читала, по-моему, в какой-то книге его читала, но это было прекрасно. Когда началось все с того, что некий боец, не совсем боец, по-моему, уже почти что, почти что командир небольшого ранга, он где-то что-то, при взятии около населенного пункта, он награбил всякого добра и тащил узел. На встречу шел комиссар, который велел узел бросить. За обиженного вступили с товарища, в итоге комиссара убили, полк сбунтовался. Как это так? За что боролись? Нам грабить не дают. А как его усмирял товарищ Буденный? Товарищ Буденный прислал их, приехал на бронепоезде. Рядом с бронепоездом солдаты почему-то стали очень сговорчивыми. Без бронепоезда неизвестно, что бы у Буденного вышло. Буденный им польстил, сказал, что такие орлы, там занимаются всякими непотребными делами. В общем, в итоге те выдали зачинщиков, инцидент был исчерпан. Это опять же реальный случай жизни Красной армии. Потом кончилась война. Красную армию, естественно, демобилизовали, оставив от нее где-то около 500 тысяч, из-за чего у красных командиров и воинспецов разгорелась жесткая конкуренция за места в оставшейся армии, в которые те и другие были заинтересованы. Стали мучительно думать, а вот как нам жить дальше? Гарнизонная жизнь, она хорошо описана в фильме «Анкор, еще Анкор», но после гражданской войны это было еще интереснее. Я читала донесения ОГПУ на эту тему. В общем, водка, 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 водка. Драки, драки, драки. Например, некий командир, по-моему, еще-таки из воинспецов, упившийся, бегал с саблей по казарме и кричал «Бей жидов, спасай Россию!» или когда офицерские жены, офицерские жены, они, конечно, в каких-то местах, там были женсоветы и многое другое, а вот в этом конкретном полку они устроили девичник, да такой, что попавший туда командир, еле от них вырвался. Как говорится, было больших трудов вырваться оттуда неизнасилованным. Ещё ясно стало, что товарища Троцкого пора менять. Товарищ Троцкий, конечно, оратор был хороший, но никакому практическому делу он был органически непригоден. Кстати, вот ещё интересный момент из легенд о Красной Армии. Это прославутая легенда о децимации. Считается, что Троцкий в 1918 году подверг децимации какой-то там полк, что ещё кто-то подверг. Мне стало интересно, как мы каким образом в команде революционных солдат можно расстрелять каждого десятого технологически. Как это можно сделать? Стала я искать пример реально проведённой децимации. Нашла. Был у нас такой Павел Дубенко, а у него был брат Пётр Дубенко, который, будучи тоже командиром, попытался в реальной Красной Армии реальных солдат этому мероприятию подвергнуть, за что и поплатился. Его, естественно, тут же убили за такой приказ. В общем, товарищ Троцкий как организатор был не кудышный. Ясно было, что он доменять. Его поменяли сначала на Фрунзе, а когда Фрунзе умер, на Ворошилова. Ворошилов, хоть он и ни разу не военный, но организатор этой армии умелый. Именно он сделал из Красной Армии вполне приличные силы к 1940 году. И даже после Финской войны, когда стало ясно, что Красная Армия всё-таки слабовата, после Финской войны он ушёл с наркомов, но как-то никто не заметил, что новый нарком Тимошенко он в состав ГКО не входил. А вот товарищ Ворошилов в состав ГКО вошёл во время войны. То есть его сняли с наркомов, но не сняли с него заведование военных дел. Он остался человеком, который в Санакомии их кувировал. Дальше идёт какой-то несколько непонятный провал в 10 лет, в течение которых Красная Армия чем-то занималась, пыталась поднять дисциплину. Касательно дисциплины есть тоже интересная история. Вот, например, наше всё товарищ Тухачевский, который во время войны командовал западным военным округом, ой, после войны, командовал западным военным округом на польской границе. А как известно, товарищи Тухачевскому поляки в 1920 году очень хорошо наваляли. Настолько хорошо, что это явилось причиной поражения в Советско-Польской войне и потери значительной части территории. И вот 1923 год. В Германии готовится революция, которую Красная Армия собирается поддержать. Фишка в том, что у Германии и Советского Союза общей границы не было. Значит, что? Придётся прорываться через Польшу. Польша, естественно, не пропустит, придётся прорываться военной силой. Товарищ Тухачевский без всякого приказа, своей воли поднимает округ и начинает манёвры в непосредственной близости от границы, чем безумно нервирует и поляков, и своих. Поляков ясно, почему? Своих, потому что кто его знает, что-то в Тухачевском голову-то придёт. Его раз вызывают в Москву, его два вызывают в Москву. Наконец, его какими-то посулами обещаниями в Москву выдёргивают и больше не отпускают. Но какова дисциплина? В таком состоянии у нас армия подошла к 1927 и к 1930 году, когда ОГПУ начало вычищать, наконец, военную оппозицию, потому что далеко не всем нравилось то, что происходит в Красной Армии, причём с разных сторон. Красным командирам, которые оставались, не нравилось засилие старых спецов. Старым спецам не нравилось засилие Красных командиров. С политикой правительства далеко не все были согласны, естественно. Ну, и началась веселуха. А были ещё ведь и генералы старой армии. Вот знаменитый Слащёв, вешатель, который... Почему-то бытует легенда, что его прозвали вешателем за то, что он развешивал кучу мирного населения. Да ничего подобного. Он в Крыму повесил своих проворвавшихся интендантов каких-то. Довольно высоких чинов, за что и получил это прозвище. Есть данные, что он хотел сдать Крым большевикам, но не успел, они его сами взяли. В общем, его извлекли из-за границы, уговорили, отправили на курсы выстрел. Я читала протокол допроса одного из слушателей. Виолю Слащёв антисоветскую агитацию. Слащёв был пьяницей, кстати, ко всему ещё и, по-моему, морфинист. Или кокаинист, что-то вот такое там было. На что товарищ отвечал, что антисоветских разговоров у Слащёва не вели, по той причине, что там столько пили, что было вообще не до разговоров. Он собирал у себя. В конце концов, Слащёву запретили принимать дома своих слушателей с замечательной мотивировкой, чтобы не спаивал командиров. Учитывая, что собой представляла Красная Армия, представляете, человек, который может красных командиров споить. Это кто же он должен быть? Ну, преподаватель-то он был хороший на самом деле. И когда его убили, Красная Армия, его убил кто-то из, брат кого-то из тех, кого он расстрелял, Красная Армия действительно понесла серьёзные потери. И так прошло 10 лет, но проблемы с офицерами более-менее решались. То есть, командирские курсы, армия была приоритетная, в армию неплохо образовывали, хотя из генералов гражданской войны Академию закончил только Будённый в 1947 году. Вот он, да, он прошёл всю армию от унтеров до маршалов, он закончил Академию. И, кстати, даже в знаменитом акте приёма и передачи Наркомата обороны от 1940 года единственный рот войск, состояние которого удовлетворило принимающих, это была конница. На конницу отвечал Будённый, на конницу нареканий не было. Во всём остальном это было что-то. Рядовой-то не изменился. Большевистская программа образования, она стала, более-менее сработала только к концу 30-х годов. И то в 1940-1941 году средняя образованность призывников была 4 класса. Помните, Азорий здесь тихий, вот как раз вот этот типичный призывник 40-го-41-го года. В старших возрастах было хуже. Это были те же самые деревенские парни, ведь надвигалась современная война. Товарищ Тухачевский развил бешеную деятельность на почве изготовления танков и наклепал их аж 25 тысяч по танковой программе Тухачевского, которую, в общем, пока её остановили, 25 тысяч танков сделать успели. Остаётся вопрос о механико-водителе, он откуда брать собирался с таким-то контингентом. Ну и понятно, что в первые же месяцы войны большую часть их танков успешно потеряли, потому что мехводов-то не было. Он чуть-чуть сломался и всё, и его бросали. Горючего нет, всё, танк бросали. Танки же не решают, решают танкисты, стратегия и тактика. Случаи опять же происходили совершенно изумительные. Он читал, например, письмо Ворошилова Сталину со сводкой происшествий. Это 1931, по-моему, год. Сначала он жалуется на Тухачевского, что Тухачевский стал начальником вооружения и тут же начал всё портить, всю работу. Это традиционная жалоба на Тухачевского. Там было два таких гиганта поганого характера, Тухачевский и Свечин. Когда они подались друг с другом, к ним лучше вообще было не подходить. Затем дальше рассказывает, по-моему, то ли киевский, то украинский, то ли белорусский военный округ. Отделение кавалеристов идёт в занятии. Идёт лошади в поводу, люди идут, нашли снаряд неразорвавшийся. Как он там попал, ладно, непонятно, но попал. Дальше, по-видимому, было так. Кто-то из бойцов поднял снаряд, старший закричал брось каку, но он и бросил. Итог семь трупов. Лошади не считали. Буквально через день отделение кавалеристов идёт с занятий, находится снаряд. Результат тот же самый. Ещё через день командующий округом товарищу Боревич спокойно сваливает в очередной отпуск. Вот и вопрос, то ли ему на бойцов плевать, то ли это настолько рядовое событие, что он даже не считает нужным как-то на это реагировать. Считается, что арвы товарища Тухачевского, его команда Якир, Убаревич и прочие, что они были великими стратегами. Стратеги, может, были и великие, но они сидели на округах. А от командующего округом стратегия не требуется. От него требуется, чтобы у него каждый солдат знал своё дело. От него требуется первая чучоба личного состава. И вот 37-36-й, по-моему, год, большие манёвры. Украинский, белорусский округа, соответственно, командующий Якиров Баревич. Ну, о рассогласованности родов войск, о том, что танкисты там пёрли в атаку без прикрытия пехоты, о том, что авиация летела неизвестно куда и бомбила неизвестно кого, об этом мы даже не говорим. Говорим о пехоте. Солдатики окапываться не умели, бросать гранаты не умели. Умели они стрелять, вопрос печальный, но при проверке, командиры тоже стрелять умеют не очень. И много ли навоюет такая армия? К счастью, эти люди впутались в заговоры, в конце концов, были в своё время расстреляны. А если бы они не впутались? Представляете, что бы было? Только после 1938 года Красная Армия начала обретать так более-менее уже приличный вид, хотя вопросы дисциплины оставались по-прежнему... Я вот сегодня только и делаю, что мифы развенчиваю. Вот как погиб, например, Чкалов. Считается, что Сталин его за что-то убрал. Считается, что там Сталин чуть ли не на НКВД хотел поставить Берия и его убрал. А вот реальная книга, список приказов по Красной Армии, 1937 год. Как погиб в 1937-1938, по-моему, 1939-й, как погиб Чкалов. Придумали новый самолёт. Чкалов решил, он же был лётчик-испытатель, решил на нём полететь испытать. Ему сказали, самолёт недоработан, лететь опасно. А пофиг, сказал товарищ Чкалов. Значит, тот чекист, приставленный к нему, то оперативно связывает со своим начальством, то связывает со Сталином, следует приказ от Сталина, из Кремля. Товарищи Чкалову летать запрещаем. А пофиг, сказал Чкалов. Ему говорят, ну ладно, ты хоть от аэродрома далеко не улетай, мало ли, хоть будет куда сесть. А пофиг, сказал Чкалов. Куда-то улетел, где-то разбился. Вот так он погиб. Почему Сталин-то так и осверепел на Рычагову в 1941 году? Это тоже знаменитый миф. На одном из военных советов снова заговорили о большой аварийности в авиации. И тогдашний начальник ВВС Рычагов сказал, заставляйте нас летать на гробах, потому и аварийно. Сталин страшно рассверепел. Почему он рассверепел? Да потому что к 1941 году причина аварийности в ВВС не изменилась. Это было полнейшее пренебрежение дисциплины и техники безопасности. Вот полнейшее. Читаешь, просто волосы шевелятся. Для них ни инструкции, ни наставлений просто не существовало. Летали как хотели, куда хотели, наплевав на все правила, соответственно, аварийность была запредельная. Это еще веселуха, по-моему, 1938 или 1939 год. Один из преградических округов чуть не начал собственную войну. Каким образом? Они решили провести маневры и вместо условных синих, зеленых там взяли, ввели реальные, не говорится в каком уровне, к сожалению, ввели реальные даты, реальные государства, реальные города, приближенные к реальным условиям. И попутно еще и забыли написать на директивы гриф учебная. Хорошо бы время перехватили. А то войну бы начали просто так. От штабных развлечений. Была у нас еще отдельная беда на Дальнем Востоке по фамилии Блюхер. Когда был военный совет, посвященный делу Тухачевского, Сталин его защищал. Причем защищал очень своеобразно. Он тогда еще не знал, что Блюхер тоже впутался в заговор. Он говорил, ну вот, говорят про Блюхера, что он пьет. Ну что же он пьет, так все пьют. Ну как пил Блюхер? Есть люди, которые пьют, но дело-делают. Блюхер пил и не делал ничего. Это очень все хорошо показано Виктору Суворову в очищении, каким образом Блюхер руководил округом. Но когда в 1938 году начался конфликт у озера Хасан, любой военный конфликт нужно рассматривать как пробу боеготовности армии перед минувшей войной, то выяснились некоторые интересные вещи. Например, выяснилось, что вопреки запрещениям, там же была военная тревога на Дальнем Востоке, было запрещено отвлекать солдат, красноармейцев, на какую-то неходовую работу. Выяснилось, что половины красноармейцев нет. Кто генеральские дачи строит, кто в колхозе, там поля пропалывают. В общем, из того, что осталось, сформировали какие-то новые воинские подразделения и отправили их на фронт. Дорог, естественно, тоже не было. Выступали, как придется. Пробку создали чудовищную на железной дороге. Как ее разгребали, тоже отдельный роман. На Халкинголе уже все было более прилично. Во время Финской войны было уже совсем прилично. Сначала пытались вести силами Ленинградского военного округа, говорят, что вели плохо. Да, плохо, но рядом с Хасаном это же просто такой прыжок вперед. Причем через Финскую войну старались пропустить как можно больше воинских частей. Я вот опять же читала у критиков, которые никогда не служили в армии, ну что такое там, из каждого полка брали по батальону. Что за Финька? Для того и брали по батальону, чтобы как можно больше пропустить через войну. Они придут обратно, они расскажут своим товарищам, что такое реальная война. Они будут их чему-то обучать. В конце концов, финнов, конечно, одолели, когда пришел Тимошенко и начал воевать уже по правильному вместо совершенно бездарного генерала Мерецкого, командующего ЛНВО. Но, естественно, стало ясно, что Красная армия к войне не готова. Ворошил в мае 40-го по итогам Финской войны попросился в отставку с поста Наркома обороны. На его место пришел боевой генерал, победитель Тимошенко. И с этого момента началась уже реальная, резкая и активная подготовка к Великой Отечественной войне. Для начала началось все с акта приема и передачи, которая начинается прекрасной фразой «Точной численности Красной армии генеральный штаб не знает». И дальше разгром по всем родам войск за исключением Конница, которая стараниями Семена Михайловича Буденного была все-таки прилично. Нет, на самом деле, конечно, было не все так плохо, потому что, естественно, в приказах отражаются недостатки, но все это было. Все это было. И вот эта армия собралась воевать с немцем. О непосредственной подготовке к войне мы поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok